Беспрецедентный случай. В Уфе жильцы сразу нескольких домов, признанных аварийными, через суд доказали. Их жилье не требует сноса. Впрочем, ставить точку в этой истории пока рано. Кто теперь живет в бывших аварийных домах, выясняла Алина Гребешкова. Мы его закрываем с того момента, когда к нам уже бомжи начали взламываться, приходите. Дверь в подъезд Рушенея Бекбулатова закрывает на ключ для безопасности. В двухэтажном доме по улице Иркутская, 7, теперь живет только ее семья. Эти закрыты, это все квартиры закрыты, абсолютно все. У нас вот эту квартиру взламывали, здесь окно вышибали, и на втором этаже взломали также дверь одну. В республиканскую адресную программу по переселению из ветхого аварийного жилья попали 7 домов в этом микрорайоне. Это улица Иркутская, Лесотехникум и Ростовская. Соответствующее постановление власти Уфы приняли еще в 98-м году. Высокие потолки, крепкие стены и фундамент. На каком основании дома попали в программу, жителям до сих пор не ясно. 50 лет дом стоит и ни разу не делали капитальный ремонт. Это о чем-то говорит, ни по трубам, ни по чем. Им гарантия 150 лет, просто норматив, гарантия. А они еще могут не за сколько постоять. Этот случай уникальный. Нередко уфимцы жалуются, что их старые дома под разными предлогами не признают аварийными, а людей не расселяют. Здесь же ситуация противоположная. Жители отказались покидать свои квартиры. А решение местных властей обжаловали в суде. Независимая экспертиза заключила. Износ зданий не превышает 40%, а значит, они не являются аварийными. Пять домов уже исключены из программы по переселению из ветхого и аварийного фонда. Жители двух домов продолжают судиться с администрацией города. По одному дому, вот, 177, принято решение, что он не аварийный. Но, несмотря на это, администрация, так скажем, от своих планов не отказывается. То есть, что он все-таки настаивает, что он аварийный. Хотя никаких документальных актов суду не представлено. Местные жители опасаются, их дома умышленно доведут до аварийности. Окна, забитые фанерами, мусор и разруха. Уфимцы говорят, жилищники отказываются обслуживать их дома. Дома. Здание по улице Иркутской, 50, пустует уже третий год. Жители показывают, как могут отличаться три дома одного года постройки. Ну вот, плод деятельности администрации. Вот, жильцы живут в нормальном доме. А вот плод деятельности коммерсантов. Такой же дом, такого же года постройки. И сделали четыре этажа, сделали надстрой, еще вообще непонятно. И все, и как он может быть аварийный. Жители, которые согласились с предложением местных властей, переехали в дома на Рудольфа Нуреева и Шакшу. Теперь в их пустые квартиры, а это 35 помещений, начали заселяться новые жильцы. По какой программе вам дали эту квартиру? Временно, временно. Ну, есть программа соц. найма, есть коммерческий найм. Я не знаю, это муж пока после ночи спит. А муж где работает? В МОПахтеатрском районе. Пускать новых жильцов мы не собираемся. Хоть как бы и говорят, что квартиры пустые отошли городу, но получается они фактически отошли за наш счет. Мы же отсуживали, что дом не аварийный, они утверждали обратное. Это все администрации, города, районы здесь, что-то, что хотят, непонятно, что они хотят. Ну, предложите альтернативу, нормальное жилье. Я могу и здесь жить, у меня проблем нет, мне даже здесь лучше жить. У меня все здесь устраивает, центр города экологически чистый. Это же им что-то надо, что-то нужно от нас. Вопросов у жителей накопилось немало. К примеру, кто теперь будет жить в пустых квартирах. Мэрии Уфы ссылаются на администрацию Октябрьского района, которая направила нас в службу сноса и расселения. А те, в свою очередь, разводят руками. Этот вопрос в компетенции администрации города. В этой истории возникает и другой вопрос. Почему бюджетные деньги региональной программы пошли на расселение домов, которые впоследствии суд признал неаварийными. Алина Гребешкова, Никита Бычков, Эльдар Каюмов и Сергей Маев. Городской телеканал ЮТВ.